Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем цикл программ «Разговор с депутатом», где мы беседуем с народными избранниками, представляющими интересы жителей муниципалитета в Совете депутатов Ленинского городского округа. И сегодня у нас в студии очередной гость, вы также можете позвонить к нам и задать свои вопросы, заместителю председателя Совета депутатов округа Валерию Черникову. Здравствуйте, Валерий Николаевич! Как у нас принято в нашей программе? Расскажите немного о себе. Черников Валерий Николаевич, депутат Ленинского городского округа, избран был в 2019 году в декабре на новый срок, на 5 лет. До этого также являлся депутатом с 2013 года по территории сельского поселения Булатниковского. Ныне оно преобразовано в Ленинский городской округ, в единый центр. Поэтому избирался был депутатом Ленинского муниципального района, затем депутатом сельского поселения Булатниковского, делегированным в депутаты Ленинского муниципального района, а сейчас являюсь депутатом Ленинского городского округа и занимаю должность заместителя председателя Совета депутатов. – Расскажите вкратце, какие области курируете в районе? – Также, входя в состав Совета депутатов Ленинского городского округа, я возглавляю комиссию по градостроительной деятельности, экологии, землепользованию и транспорту, а также дорожному хозяйству. – Какие участки вы курируете? – Это развитие Ленинского городского округа, это вопросы ПЗЗ, это вопросы гемплана, это транспортные вопросы, это вопросы дорожного хозяйства. Вот этими вопросами я занимаюсь сплотно, знаю все проблемы Ленинского городского округа, связанные с этим вопросом, тесным взаимодействием с исполнительным органом власти по этому вопросу, а также с правительством Московской области в части вопросов, которые находят в зоне ответственности именно их. – Правильно я понимаю, что вы, в общем-то, как раз находитесь на таком участке, который относится к тем самым быстро растущим, то есть и за то время, когда вы, скажем, были в Совете депутатов и представляли как раз эти территории, то есть они значительно возросли. Правильно я понимаю, что работы прибавилось, ну, просто значительно? – Ну, я скажу больше, просто с 2013 года как раз начиналась эта волна многоэтажной застройки и все вот микрорайоны Бутово-парк-1, Бутово-парк-2, Восточная Бутова, они формировались и начиналась застройка в бытности, когда я являлся там депутатом. И тогда мы тесно взаимодействовали с частным сектором, это деревня Боброво, деревня Лопатина, деревня Дрожино, где выстраивали диалог и взаимодействие был посредником между застройщиками и жителями, где мы получали гарантийные обязательства, чтобы интересы частного сектора не нарушали застройщик, который зашел к нам в округ. – Ну, вот и до сегодняшнего момента как бы уже создались новые микрорайоны, значит, обязательства в большей части перед частным сектором закрыты, значит, и коммуникации новые отремонтированы, установлены, и дополнительные энергоресурсы, электросети в том числе, и ТП построены для частного сектора, газ подведен, ну, как бы основные свои обязательства, которые застройщик брал, процентов на 80 исполнены. – Сейчас какие, понятно, что вопросов всегда много, понятно, что жителей много, и у каждого есть какая-то своя потребность, и порой бывает так, что невозможно всем, скажем так, угодить. Есть какие-то сейчас, вот на настоящий момент текущие проекты, над которыми вы работаете? – Да, у нас стратегически важные вопросы по территории, да, это общественный транспорт, который должен быть с регулируемым тарифом муниципальным, чтобы жители, пенсионеры, социальные слои населения, да, могли пользоваться своими льготами и пароваями. – Это Боброво, как я понимаю. – Это было дрожжено, потому что, когда начинали застройку микрорайоны, то частично дороги соответствовали требованиям, не соответствовали. Понемножку этот вопрос закрывается, дороги строятся, возможности изменяются. Только есть порядок, при котором изменяется муниципальный транспорт, ну, тариф, он либо регулируемый, либо нерегулируемый. В данном случае, поскольку пока у нас перевозчик возит жителей по нерегулируемому тарифу, да, то цена не соответствует той потребности, которую, конечно, хотели бы, могли себе позволить платить жители. Поэтому этот вопрос стратегически важен. Мы им занимаемся уже буквально второй год. – Была, ну, можно сказать, что в том числе и по моей инициативе созвана рабочая группа по транспорту, по поручению Игоря Борисовича Трескова, зампред правительства Московской области, да, который дал поручение во всех муниципальных образованиях создать такие группы. Мы проработали все вопросы, которые затрагивает Ленинский городской округ еще в том году. Значит, со всеми маршрутами, которые у нас были, есть, которые планируем, и собирали как раз соцопросы по новым микрорайонам для того, чтобы понимать, что нам нужно, чтобы закрыть социально эти вопросы. Значит, наши предложения были направлены правительству Московской области. Они должны были рассмотреть, и перед выборами в декабре 2019 года сюда приезжал министр транспорта Гержик Леонид Дмитриевич, который заявил о том, что да, наши предложения рассмотрены, и несколько маршрутов будут с регулированным тарифом. Ну, ввиду сложившейся ситуации с пандемией, бюджет Московской области, наверное, не смог позволить в этом году выделить денежные средства на то, чтобы маршруты были с регулированным тарифом. И мы еще встречались месяц назад с заместителем министра по этому вопросу. Значит, было дополнительно сообщено с просьбой войти в положение в ситуацию, да, которая сложилась вокруг вот этого заболевания и всех сложностей и сокращения направления денежных средств на другие более важные цели, да, потерпеть до следующего года. И на следующий год будут запланированы два маршрута, насколько мне известно. Возможно, еще какой-то маршрут появится, это вот в Боброво, это в Дрожжино, которые сейчас включили в перечень технического задания конкурсные документации, которые будут разыгрываться вот в конце этого года. То есть пока точных сроков назвать сложно? Нет, но мы надеемся, что этот вопрос, он действительно стратегически важный и жителям, и избирателям нашим, и передав предвыборную программу, мы об этом говорили, декларировали, ну, на различных уровнях. Поэтому мы не можем и не имеем права подвести и обмануть жителей. Поэтому сделаем все возможное для того, чтобы эти маршруты заработали и были у нас на территории. А ведется ли какая-то работа в направлении развития социальной инфраструктуры, скажем, больницы, школы, садики? Поскольку, значит, относительно больниц это вопросы здравоохранения, значит, строительство поликлиник, строительство больниц сейчас не готов сказать. По-моему, нет. У нас мы выполнили вот взятые обязательства в Молоково, больницу построили. Остальные вопросы у нас связаны с поликлиниками. Застройщики в рамках инвестсоглашения реализуют данные задачи, цели. У них есть график исполнения обязательств в рамках инвестконтрактов. Значит, в Боброво сейчас начали строительство поликлиники. Значит, в Дрожжино, в Бутово-парке-2 планируемое открытие поликлиники 5 декабря. Ну, планируемое, да. Не иначе, как на днях был штаб строительный, где поднимался этот вопрос. Представительствовал на штабе у нас Гаврил Сергей Анатольевич. Представители были застройщики, представители были нашего здравоохранения Ленинского района, центральной клинической больницы. Значит, где была озвучена дата 5 декабря, планируемая дата открытия, наконец-таки, поликлиники, которая оборудована современными средствами техническими, ну и должна соответствовать всем требованиям сейчас, которые применяются к такого рода учреждениям. Насколько я знаю, еще одна из довольно серьезных проблем у местных жителей – это парковки. Расскажите, пожалуйста, какая работа ведется вот в этом направлении. Ну, в данном случае, это большой наболевший вопрос. Мы в прошлом году Советом депутатов, в том числе и по моей инициативе, я обратился к Валерию Николаевичу Венселю с просьбой рассмотреть вопрос и поддержать инициативу для того, чтобы сформировать единую ценовую политику на территории Ленинского городского округа. Значит, мы просчитали экономическую составляющую. У нас есть комиссия по ценным тарифам. Комитет или комиссия, сейчас уточнить просто нужно, не помню точно. Но мы просчитали данные ценовое образование, вот как у нас используется МОП «Автоград» при эксплуатации парковочных пространств. И вышли с предложением на Совете депутатов рассмотреть и утвердить рекомендуемую цену для операторов, которые находятся на территории Ленинского городского округа. Ну, чтобы каждый не назначал ту цену, которую он захотел назначить. Потому что цена уже стала плавать и 6 тысяч, и 5 тысяч рублей. В месяц. В месяц, да. И 4 500, и у кого-то 3. И поэтому для того, чтобы привести соответствие, мы определили стоимость 3 700. Но данную сумму не смогли реализовать по нескольким факторам и нескольким причинам. Во-первых, поменялась экономическая обстановка. Возникла проблема, опять же, с этой пандемией. Значит, приостановились какие-то развития территории. Застройщики темп избавили. И в результате ценообразование значительно подросло. Но мы договорились с операторами о том, что они выберут среднюю цену до 4 500 и будут придерживаться данной цены во всех микрорайонах. Не поднимать больше, не завышать, ввиду сложившейся ситуации. Ну, и не опускать до 3 700, потому что уже цена оказалась несостоятельной. И поэтому выбрали золотую середину 4 500 с просьбой, чтобы в ближайший год, там, два, цену не поднимать и идти навстречу. Помимо этого, по территории, где я являюсь депутатом и соседней, значит, мы в бытность еще, когда я был депутатом сельского поселения Булатниковского, мы заложили в бюджет денежные средства на развитие парковочных пространств на территориях, которые переходят в муниципальную казну. А это именно новое шоссе. И в рамках, после передачи нам нового шоссе и выделения денежных средств, в этом году был разыгран аукцион, и согласно которого получилось сделать парковочные карманы вдоль нового шоссе. Взаимодействие с терроуправлением пришли к тому, что на следующий год будем также ставить вопрос об увеличении парковочных карманов на улице Лесная в Боброво. Потому что там катастрофически тоже не хватает парковочных мест. Застройщик делает плоскостные парковки, но жителям, естественно, хочется минимизировать свои затраты, и поэтому они заискивают различные способы, чтобы ставить рядом с квартирой, рядом с домом, рядом с подъездом. И некоторые просто цинично относятся и к законодательству, где движение по тротуарам запрещено, и к бережному хранению газонов, где также парковка, стоянка запрещена. И целенаправленно ставят на этих территориях, местах, свои транспортные средства. Неоднократное обращение, просьбы все-таки трезво оценивать свои поступки и действия штрафа, но слабо работает. Поэтому, конечно, со своей стороны муниципалитет может выделить денежные средства только туда, где есть муниципальное имущество. В данном случае, если дорога принадлежит муниципальному образованию, если двор или территория принадлежит муниципальному образованию, тогда можно выделять бюджет, как это произошло с городом Винной, где в каждом дворе мы смогли расширить парковочное пространство, сделать. Что происходит в новых микроорганах, здесь есть противоречия, поскольку там есть территории, под которыми проходят коммуникации, у них есть охранные зоны, у них есть ограничения, где именно покрытие, опять же, техническая составляющая, где-то предусматривает проезд машин, а где-то только для пешеходов. Сверху же это не видно визуально, а снизу ни жители, ни люди не знают. Поэтому они говорят, ну вот видите, какие широкие у нас тротуары, поэтому давайте мы здесь будем парковать машины. А то, что там коммуникации проходят, и у каждой коммуникации есть свои охранные зоны, да, об этом никто не задумывается. Ну или вот мы с вами снимали, по-моему, даже вместе, когда большое расстояние от дороги до лесных насаждений, типа, вот, давайте здесь сделаем, а там стоит газ, стоит электричество, еще что-то. Водопровод, да, сети. Опять же, связь, мы же не знаем многого, что там проходит. Да, трассировки, еще что-то. Но вот не иначе, как сегодня, мы проводили очередную встречу по обращению жителей, где жители просят открыть доступ на тротуары, чтобы там парковать машины, поскольку нет парковочного пространства. Значит, вышли на территорию, дали поручение нашему застройщику, группе компании ПИК, для того, чтобы они рассмотрели возможность, посмотрели свои проекты, сети инженерные, где можно, где нельзя, и каким образом поступить, чтобы по возможности постараться расширить парковочное пространство. Опять же, помимо того, что также параллельно заставляем застройщиков соблюдать соотношение между квадратными метрами и количеством парковочного пространства, которое они должны развивать на территории. Например, там на тысячи жителей должно быть 420 машин и места. Ну, к тому, чтобы и парковочные пространства были, поднимали вопрос неоднократно с того года о строительстве многоуровневого паркинга. Практика показывает обратное. Есть проблемы в ценовых образованиях. Группа компаний ПИК осенью того года, даже в декабре, где-то начало этого года, проводила соцопрос. Ну, жители... Но там же под продажу, по-моему, там даже не в аренду. Да, ну, некоторые жители говорят, мы готовы купить. Но когда начали проводить соцопрос через СМС, информирование, да, таких желающих почему-то не оказалось. Ну, в соцсетях все хотят купить. Вот тоже, да, ну, если вы ставите вопрос о том, что необходимо это, ну, тогда поддерживайте. Пусть они построят, дальше определитесь, будете покупать, не будете. А так, на корню, как бы, эту идею сейчас зарубили. Ну, опять же, мы должны понимать, что у наших инвесторов, застройщиков, да, в какой-то части есть обязательства по инвестсоглашению. Например, какие-то объекты должны сдавны быть, там, в 29-30-м году. Поэтому до этого времени они вполне могут построить многоуровневые паркинги и не построить. Опять же, они же тоже зависят от спроса. Они же не могут просто вложить деньги в то, что потом не отобьется. Это же тоже бизнес, да, и это нужно принимать во внимание. Там, конечно, мы не поддерживаем, мы хотим, чтобы школы, детские сады, паркинги, все социальное было в первую очередь построено, а потом уже строят квартиру. Ну, так не бывает, потому что это бизнес, он определяет сам тактику, стратегию, график, согласовывает с Минжилполитикой, с Минстроем, с администрацией. После этого идет в рамках, опять же, того графика, который они определили и согласовали. Наша задача со стороны исполнительного органа власти, администрации, представительного органа, со стороны депутатов за этим контролировать, поправлять. Если идут какие-то сбои, поднимать, звонить в колокола, требовать устранения вот этих противоречий, которые возникают или нарушения сроков. Вот, в принципе, основная работа. С детскими садами, со школами тоже есть графики. У каждого застройщика есть свой график. У кого-то не получается, если укладываться в график, да, здесь начинает звонить в колокольчики наши исполнительные органы власти администрации. И претензионный порядок выполняется, и в суды обращаются с претензиями, и с исками. Просто, может быть, некоторые жители об этом не знают, и они считают, что если они не знают, значит ничего не происходит. Нет, работа ведется колоссально. Работа на месте не стоит. Каждую среду идет строительный штаб. На каждом строительном штабе четко определяется график, порядок, причины срыва графика. Если идут в графике, значит хорошо. Какие-то есть нюансы, сложности. Исполнительный орган власти оперативно на это реагирует. Поэтому и мы, как депутатский корпус, за этим отслеживаем. Потому что я тоже являюсь членом этой комиссии, этого строительного штаба. Поэтому здесь процесс идет в полной мере, в полном объеме. Те застройщики, которые сами в каких-то вопросах не планируют строить, значит тогда они входят в госпрограмму правительства Московской области. Потому что правительство Московской области также привлекает застройщиков к каким-то социально значимым вопросам. И у них есть определенные свои договоренности в каких-то частях. Например, у нас в госпрограмму вошли несколько детских садов. В госпрограмму вошли несколько школ. У нас есть организация муниципальная, которая отвечает и является заказчиком по таким объектам социальным. Поэтому работа идет. Может быть, если ее не видно с первого взгляда, не с следующим. Ну да, люди обычно как бы видят, когда садик открывается. Что было до этого? Как много было сделано здесь? Почему? Некоторые люди говорят, а что вы сделали? Это же застройщик сделал. Он пришел, сделал. А то, что управление образования с утра до вечера там прозябает. То, что исполнительный орган власти курирует, ускоряет процедуру, не дает сбоя совершиться. То, что депутаты постоянно следят и за тем, и за другим. Здесь командный подход и комплексный подход. Поэтому не следующим человеком, конечно, это сложно увидеть на первый взгляд. Да, и дать верную, правильную оценку. Поэтому некоторые просто добросовестно заблуждаются. Такое тоже мы не можем исключать. Я укор просто очень много читаю сообщения, когда говорят, а что вы сделали? Вы пошли открывать, перерезать ленточку в детском саду или в школе. Действительно, это большая колоссальная работа, которой ее не видно. И поэтому, когда мы открываем, там участвует застройщик, представитель исполнительного органа власти и представитель представительного органа власти. Поэтому это нормальная процедура, это хороший, правильный подход, конструктивный, динамичный и целесообразный. Ну, кстати говоря, о тех, кто не знает, о тех, кто знает, я думаю, тех, кто знает, в общем, тоже хватает. Вы идете много со временем, у вас есть свой сайт, свои странички во всех социальных сетях. Я обратил внимание, что буквально каждая вторая новость встретились с жителями. Какие основные темы встреч с жителями? Потому что как-то вы так не совсем подробно порой описываете. Вы понимаете, я занимаю эту должность, да, я живу реально этой должностью. Я с утра до вечера на связи. Мой телефон открыт постоянно. Я 24 на 7 нахожусь и в соцсетях, и на территории, и выполняя непосредственно свои функциональные обязанности, предусмотренные регламентом Совета депутатов и уставом Ленинского городского округа. Да, и также законным федеральным 67-м и социальным законом Московской области. Да, полномочия, функции 131-м федеральным законом о местном самоуправлении. Функции обязанности депутата. Значит, да, действительно, возникает очень много вопросов. Да, они как локальные, так и глобальные. Они могут быть как на одной территории, они могут быть так и на всем Ленинском городском округе. Поэтому целесообразие, конечно, для того, чтобы эффективнее взаимодействовать с жителем, это быть с ними в прямом режиме. Поэтому есть соцсети ВКонтакте, есть соцсети по территориям, по группам, где я пытаюсь бы представлять интересы представительного органа власти, где сам напрямую выхожу к людям, отвечаю на вопросы поставленные. Но поскольку у нас же есть люди, которые с пониманием относятся и к которым действительно интересно, а есть люди, которые занимаются просто троллингом, оскорбляют в сетях, ведут себя некорректно. Часто бывает такое? Это постоянно. Есть специально обученные и люди направленные. А цель какая? За счет кого-то, например, поднять свой социальный уровень, свой статус, амбиции свои. Они же сидят дома, их не видно, они находятся под фейковыми страницами. Некоторые, может быть, в меру своей невоспитанности себе позволяют хамство, оскорбление. Кто-то позволяет ругаться матом. Я стараюсь с такими жителями официально не общаться. Потому что моя страница – это мое право. Я таким образом изолирую себя от ненужной информации и ненужных людей, которым действительно моя работа не интересна. Там другие, наверное, цели и задачи стоят. Поэтому я с такими людьми не общаюсь, я их отправляю в черный список. Хотят общаться в рамках закона, пусть общаются они, вправе написать обращение, которое будет в соответствии с 59-м федеральным законом рассмотрено. В установленный срок дадут ответ. Я никому никогда не отказывал. Прорабатываю каждое обращение, поступающее ко мне, и даю заключение. Если какие-то вещи я могу реализовать, значит, я направляю в подведомственные профильные отделы учреждения управления. Если же нет, я, естественно, сообщаю о том, что у меня нет ни технической, ни юридической, ни физической возможности. Вот, кстати, как раз я и хотел спросить, а часто ли бывает так, что никак невозможно помочь человеку? Насколько часто по сравнению, скажем, в процентном соотношении по просьбам – исполнимо, неисполнимо? Вы знаете, есть глобальные вопросы, есть мелкие вопросы, есть технические вопросы. Ну, очень сложно сказать. Наша задача – помогать всегда. Вот. Получается, не получается. Сделал дело – гуляй смело. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Поэтому здесь получается взаимодействие с управляющей компанией. Люди не могут попасть в управляющую компанию по каким-то причинам. Приходится выходить на руководство управляющей компании, требовать от них все-таки решать вопросы, которые жители. Хоть это и не входит в мои функциональные обязанности, поскольку есть договорные отношения между управляющей компанией и жильцом. Да, это гражданские правовые отношения. Есть закон о правах потребителей, который регулирует взаимоотношения управляющей компанией и конкретного лица. Но, несмотря на это, все равно туда включаемся. Есть вопросы по паспортному столу, тоже подключаемся, помогаем. Есть вопросы по управлению образованием. Кто-то там документ не может подать, либо очередь большая, записаться не может. Тоже приходится вступать в переговорную часть, звонить в управление образованием, встречаться, просить, помогать, чтобы нашли время, встретились, взяли документы, посмотрели по очереди, проверить судьбу очереди. И такие вопросы тоже решают. Так, а есть какие-то границы компетенции? Просто так, слушая вас, такое ощущение, что скажут, слушайте, мне некому ребенка в школу везти, можете отвезти. То есть, каковы границы? Я смотрю просто, ну вот действительно, я знаю, что действительно так и есть. Я знаю, что многие депутаты, они просто готовы помочь в любом. Но вот все-таки должны быть границы, должно быть опять же личное время. Границы, ну я говорю, просто я, например, этим живу. Поэтому говорить о том, что у меня время, я с 9 до 18 работаю, а потом я не работаю, такого нет. Потому что люди могут позвонить и в 10, и в 11 вечера, и в 12. И преступление совершается, тоже люди обращаются с просьбой там. И информацию где-то, когда достать там видеозаписи, посмотреть с безопасного региона. И у кого-то машину, у кого-то стукнули, у кого-то там поставил неправильную машину, мусорособирающая машина подъехать не может. И тоже звонят. Ну как, вы же не скажете, не звоните мне, мое рабочее время закончилось. Ну это же неправильно. И не по-человечески, не по моральным принципам. Поэтому наш функционал, за что отвечает депутат, четко прописан в 131-м федеральном законе и в уставе. Все остальное – это наше добровольное право. Поскольку до этого я работал адвокатом лет 17-20, поэтому я по жизни привык людям помогать. Поэтому помогаем. К сожалению, время нашей программы в очередной раз стремительно утекает, потому что 30 минут, наверное, это слишком мало. Хотя я думаю, что все-таки наши зрители смогли поближе узнать вас как человека, как личность, как депутата. И сейчас, поскольку осталось буквально считанные секунды, вы имеете возможность обратиться к жителям и сказать им, может быть, пару слов, которые волнуют лично вас. Ну, вы знаете, здесь несколько вещей, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, это все-таки связываться со своим депутатом, не слушать информацию, которая распространяет о нем средства массовой информации, включая интернет, а действительно самим попытаться познакомиться, пообщаться с своим депутатом, посмотреть на его отношения, на его работу и уже делать оценку не по тому, кто как рассказал и сказал у депутата, а действительно о том, что человек из себя представляет. Это первое. Второе, у меня лично на округе и с моим избирателем у нас тесные взаимоотношения, созданы площадки и на базе Телеграм, и на базе ВКонтакте, и в соцсетях Вайцапе, где мы обсуждаем транспортные вопросы с перевозчиком, где включены и представители исполнительного органа власти, и руководители учреждений, организаций, все, которые расположены на территории Ленинского городского округа. Поэтому у нас идет прямая связь, контакты получаем оперативно, ответы, и как бы у нас, я думаю, что максимальное количество проблем, которые возникают у жителей моего округа третьего, решается быстро и оперативно, и значительно уменьшилось обращение через портал Добродел. И я считаю, что это хороший показатель, хороший результат, прежде всего, моей работы. – Надеюсь, после нашего эфира все-таки недоброжелателей станет хотя бы чуть-чуть поменьше, а тех людей, которые симпозируют вас, станет больше. – Спасибо большое, что пришли к нам на эфир. – Спасибо вам большое. – А я напомню, что мы беседовали с заместителем председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Валерием Черниковым. Берегите себя, всего хорошего. – До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова